К нам приехал отец Иоанн Стулов, заходи сюда. Это представитель московской патриархии. Аня с батюшкой сколько лет вы дружите? Тридцать лет и один месяц. А батюшке, то есть моему брату, тридцать лет, 3 февраля выходит на это торжество, как он в священном саде, священником. Ну видите, тут маленько кое-что так получилось, накладка с епархией, но Господь знает, что. Ну батюшке, не надо говорить, как они любят друг друга, ездят по мощам, по сарахивам, а я их за это дело обличаю, что вы езжайте на проход, на благовестие. Но отец Иоанн мне помог, ну кто-то ему там помог в издании книг. Вот этим он мне еще дорого больше всего. Мы вчера разговаривали, я еще разговоры не окончен. Я особого внимания не могу уделить. Просто у меня такой момент был. Я вчера в 4 утра уже работал. И вечернее время спецсилу 11-й час, то есть у меня все, пока и все закончено. Батюшка-то все видел, тоже снимал, фотографировал. Но сегодня он уедет, больше он у нас пока не будет. Я ему высказал, что кого я знал, священники, бывают с чем-то не похожи, как другие московские патриархии. Как бы исключение. А потом в какое-то время он делает все еще злее и будет здорово пойти. Это было в одном месте, в другом в третьем. Я сегодня говорю, смотри, батюшка, что если где-то что-то наше неприемлемое, а наше это не просто наше. И чтобы между нами не просто кошка пробежала, а дьявол не встал. Чтобы мы не стали врагами. Мы с места не можем сдвинуться по той причине, что двигаться некуда. Мы познали истину. Он все книги имеет, читает, хотя отец Аким говорит, а он и не читает их. Я говорю, читает. Нет, не читает, но оказывается он не по порядку. Я говорю, выборочно. Я слово выборочно отвергаю. Выборочно, когда все прочитал, и ты знаешь, что выбирать. А если все не читал, от корки до корки, то выбирать ты что можешь? Ты можешь пропустить самое важное для тебя. Пару слов скажите. Игорь Николаевич, у меня дома такая книжная полка. Я освободил вот такую книжку, только под ваши книги. Теперь, чтобы вашу книгу разместить, я должен какую-то перенести на чердак. И у меня уже смещается вторая полка. Но я говорю, я не могу. Все, подряд, подряд. Я знаю, что где мне откроют, все интересно. И скажу, вот мой приезд, именно тем обусловлен, что я сказал матушке, я говорю, все, не поеду Аким. Я переживал, мне хочется и не могу. Ну, не могу по материальным соображениям. Потом открыл, читаю вечером. Говорит, нет. Мать говорит, я поеду. А ей самой хочется поехать. Я говорю, давай поездом поедем, дешевле будет. Ну, смотри, туда четыре дня, то есть два дня с половиной, да, оттуда. Четыре дня, почти пять дней просто валяется на полке. Давай лучше уж я один поеду. Тут она начинает. Ты мне ванну, вот я тебя прошу, сколько не обобьешь. У людей скрыть на зайти в туалет. Кухня у меня. Ну, сразу я уже понял, что Тимур, знаешь, что я все буду снимать и тебе все расскажу, покажу. Ты уж хоть смирись-то здесь-то и давай хоть в этом послушание. Ну, все, смирилась, все. Все-таки решил. Ну, перехватил маленький деньжат. Я рад, что приехал. Батюшка, вы другим на этой книге. Я хочу спросить, какое ваше мнение? Почему книги не приемлются вашими собратьями, священниками? Ну, потому, наверное, что и ваши не приемлют священники. Я, знаете, вот есть такой батюшка, ну, знакомый священник. Он, кстати, сибиряк. Отец Владимир Патрин. Его отец, брат, по-моему, был наследелем или ключерем Новосибирского кафедра. Я знаю. Отец Павел, по-моему. Супер советский поп. Ну, вообще. Тогда призывал в честь, благодарственный молебен в честь Октябрьской революции. Это он, правда, нашел. Это он как раз и был. Ну, вот я его передал через Матушку два тома этих ваших книг. Ну, попросил, думаю, ну, может, все-таки там он что-то знает более положительное. Наши-то ничего не знают вообще. Очень была отрицательная реакция со стороны Матушки. Я даже не знаю, дала ли она их батюшке почитать или нет. Я подавил нашему владыке Алексею. Тоже не помню какой том. Или два даже тома через секретаря. Передал, говорю, батюшка, передал владыке. Ну, это уже прошел год. Больше никакого ответа и реакции. Скорее всего, что он просто не читал. Ну, а с другой стороны, если он откроет там, где вы даете комментарии на святейшего патриарха Алексея или Кирилла, то будет реакция уже известная какая-то. Но я еще раз повторю, Сигна Тихонович, почему я, вот так сказать, ну, с вами хочу общаться. Только потому, что, ну, все-таки понимаешь умом и сердцем, что вы не противник Слова Божия. И вы учите при всем своем корявом характере. Я считаю, что вы делаете дело очень большое. Я вам сказал, что только планку так высоко подняли, что невозможно, вот, думаю, кому-то подняться до уровня ваших требований. Вам очень хорошо в том плане, вот я смотрю, у вас очень много, скажем, если по меркам моего прихода. У меня чуть поменьше. Ну, воскресные, праздничные дни бывает, что и столько собирается. Но у них есть, увы, даровитый проповедник, особый проповедник. У вас не просто, вот знаете, такой, ну, красивая речь. У вас именно проповедь, я так понимаю, что проповедь по Слову Божию. Это тоже сказано апостола Павла, что имеешь ли дар пророческий, пророчество по мере веры, учитель, учитель, благотворитель, благотвори с радушием и так далее, другие дары. Вы обладаете этим даром. Ну, тут, конечно, не каждый может быть вот тем проповедникам. Подожди, отнеси, пожалуйста. Два слова. Корявый, что-то. И второе, планку ходит. Это то, что вот я сейчас сказал, и вы сразу обратили на это внимание. Да, я хочу, чтобы не стать духи. Опустим. Игнатика же, они лучше меня видят, но давайте опустим, это точно заметим. Я хочу, чтобы не быть корявым. Ну, мы не получим. Оставайтесь таким, какой вы есть. Всё, Игнат Семенович. Я хочу, чтобы не стать духи. Антония, покойного Антония Сурожского Блюма есть. Когда-то я читал. Ну, сейчас перескажу смысл. Значит, в чём вам хорошо? Вот в вашей пастве или отца Акима, как сказать? Отца Акима. Да, пусть будет так. Он говорит, что у Чарльза Диккенса есть такой, значит, рассказ, записки пиквиксского клуба. По-моему, там. И там суть-то в чём. Этот пиквик едет в этот клуб на колеснице, на лошадёнке. И с возницей беседует. И пиквик удивляется. Как, говорит, твоя такая хилая лошадёнка тащит такую большую колесницу? А он говорит, видите, сэр, всё дело в колёсах. Что ты хочешь сказать? Как? Почему? Дело в том, что колёса так хорошо смазаны, что ей было усилие только тронуться. А дальше Надюша уже передвигает ноги, чтобы ей спасти самой, чтобы не быть раздавленной колесницей. Так и вы. У вас есть толкач, такая лошадь, которая потащила всё, и вам легче переехать на этой колеснице. Мы слабые лошади. Никудыш, не я себя таким считаю. Но хочу, чтобы Господи, хоть что-то дай мне добро, чтобы от меня хоть какое-то, ну хоть что-то какое-то осталось добро после меня. То, что мы строим храм, колокольни, там это всё. Ну тут моего-то ничего нет. Бог даёт так, что мне кто-то строит колокольню, кто-то благоустроит территорию, кто-то церковный дом построил. Второй храм мне дали. Меня в наказание поставили на кладбище. Сейчас у меня очень приличный храм, очень приличный, дорогой. Отделка, всё это, благоустроенная территория. Но опять же моего там ничего нет. Я вижу, что это Господь. Ничего такое не принесли. А по вашим предположениям, вы как думаете, будет ли когда-то лучшее состояние священства, когда они примут конкретно мои книги? Я, например, я не сомневаюсь, что книги переживут меня намного-намного дольше. И будет момент, когда это всё будет рассматриваться по-другому. А как вы думаете? Я этот вопрос хотел вам задать, но приходится самому теперь отвечать. Игнатий Иванович, ну, знаете, мы не будем говорить, что в общем, в целом, в таком глобальном, что все обратятся и все полюбят ваши книги, этого не будет никогда. Да? Но я допускаю, что есть и в московской патриархии священники просто страха радиудейства, которые, может быть, всё это одобреют и душой, и сердцем. Но мы немощные. И, знаете, как-то выражать свою позицию такую в отношении ваших книг положительно, они просто побаиваются и всё. Но я знаю, что они есть. Есть я в этом умею. Я много времени уделяю рассуждениям о водительстве Духом Святым, так как это малозаметно. А где Дух Господень, там свобода. Если они понимают, и они ради страха иудейского, то их грех-то против Духа Святого делается. Тогда какая же жизнь? Тогда как перед Богом? И как можно развить свои таланты, если ради такого же Вани Мити, которого поставили, шапку на него надели, ну, назвали епископом или патриархом. А мне Бог даёт талант говорить, вот я в книгах говорю всё, что мне положено на сердце. Мне ни батюшка, ни епископ ни одной строчки не подправили. Нигде у меня цензора нет. У меня цензор только Бог и моя совесть. А насколько это было удачно, я готов защищаться перед всем миром. А это семь лет, как издается, книги, пока ни одного обвинения в глаза нету. Ропот идёт. Ну, давайте, книга, страницу, ты мне докажи. А чего, говорю, докажешь? Даже мне один епископ говорит, я бы книги ваши прям с зубами изжевал и выбросил. Но ничего не могу сделать, там всё сцементировано, всё связано. То есть я сразу должен против Библии идти в этот же день. Вот и всё. Вот в чём их оригинальность. А что, по словам корявости, я объясню, что я не философ, не оратор, не вития. Мне очень нравится грубоваться стиль Феофана Затворника. Он говорит таким языком, мужицким, просто, понятно и ясно. Поэтому я там никто, я ни одного класса нигде не качал, но я этим живу. Вы самородок. Просто вот так дал вам Господь это да, да и всё. И вы его ещё и развели. Мы все имеем, даже хоть какой-то, по Евангелию то один талант, два или пять талантов. То есть какой-то есть у меня маленький талант. Я не сомневаюсь, что у вас пять, а может десять. Уже Господь дал, да вы ещё умножили на десять. Ну что ж. Здоровья вам, Игорь Тихонович. Помощи Божьей, терпения, мудрости. Ну, мудрости. Вы, батюшки, скажите, когда будете. Скажите, 30 лет дружбы, 30 лет священного сана. И апостол Павел говорит, посла мне не крестить, а благовествовать. И главное священное действие – благовествование. И Дух Святой придёт, его главное на первом месте стоит, и сделает вас свидетелями. Скажет, батюшка, давай подводить итог. Я знаю, против могут воевать только те люди, которые не свидетельствуют. Это определённо. Что батюшки какие-то не согласны, я могу сказать, батюшка, рецепт очень простой. Приезжай или меня вызывай и пойдём по квартирам, как мы в городе идём. Больше ничего не надо. И ты увидишь, что паствы нету. Ты увидишь хищные волки. Это зверинец. Люди не знают Бога. Они ни радости во Христе не знают, ни спасения. Сектанты знают на Нивне Церкви. Даже говорят, а все сравните. Я отвечаю на эти вопросы в книге. Ну что смеяться-то? С чем сравнивать-то? Это моё состояние сравнивать с Тракфеллером или с Березовским? С чем сравнивать-то? Абрамовичем? Это несоразмеримо. Всё в Духе Святом. Если нет водительства Духа Святого, ничего нету. Вот батюшке будете с ним, брату моему, и скажи, батюшка, давай мы более критично посмотрим на это всё. Потому что очень грозные слова священства говорится. Златоуз говорит, большая часть погибает. Если пятеро, трое в аду будут. Но в любой храм зайди, все спасены. А уж архиерея тем более. А патриарху святейший. И даже поминают святейшего. Хотя поминать можно только как раба, если был рабом. Вот ответ абсолютно однозначный для всех вопросов. Другого у нас просто нет. И скажи, мы умрём. А будет ли сказано о нашем благовестии? Где? И апостол Павел, когда подходит, говорит, течение совершил. Какое течение? Течение проповедем шёл везде. И там дома будете. Да, кто-то не принимает. А сейчас и Козванов был. В Казахстане получили пять пакетов книги. Начинают заниматься, сразу люди прибывают. А то книги получили. Дошло. Пометьте себе там. Трудно было. Не знали. Дойдёт, не дойдёт. Пять пакетов. Ну и купили ещё четыре псалтеря. Всё дошло. Прям люди меняются сразу. Наши ходят в драмтеатру, завтра пойдут. Которые купили книги. А потом приходят. Это как будто совершенно другой человек. Как будто из нашего. Вы же помните, когда конгресс какой-то тут был. И выступали. И передо мной вышел. Я его не знал. Он такой молодой, высокий, солидный. Такой. Как стал говорить. А следующий я должен за ним говорить. Мне говорить нечего. Он всё сказал. Я такого не видел. Я пришёл, узнал это Сорокин Виталий. Доктор юридических наук. Преподаватель местного. Я позвонил ему через Клименко нашёл. Я говорю. А как вы могли это сказать? Он говорит. А что, зря у меня двенадцать ваших книг открытым окон. Тогда двенадцать книг было. То есть он всех покупал. И он всё оттуда взял. Ну он своим языком. Какие экстремисты? Если не экстремисты, значит верующих никакого нет. Антагонизма не может вооружённым путём конфликта разрешать. Мы же верующие. А если мы верующие, я никак не могу признать, что прав Магомед. Я никак не могу признать, что правы баптисты. Это взаимоисключающее понятие. Я не могу никак признать главенство Папы. Я не могу признать православие, что у нас есть это. Почему? С Библией не сходится. А Библия говорит пять двадцать и сайя. Сравнивай. Если нет там света, если не по слову, то нет там света. Вот и весь ответ. Хорошо. Отец Иоанн, мы с вами беседовали о благовестии. Ну понятно, благовестие это сложно. Вы сказали сейчас о дарах. Игнатихность действительно обладает большими дарами благовестия. Но вот есть такое у священников действие, которое никакими дарами обладать не надо. Вы обязаны крестить людей. Причём крестить, как написано в канонах. И вот вы знаете, там общаетесь конечно и с епископом, и с епископатом, там рядом с Москвой понятно у вас много знакомых. Вам не кажется ли, что вот это действие уже мочения дошло как до печати антихриста? То есть люди, которые мочёные, они не принимают не только Господа, не принимают и не хотят ничего знать. Но возможно, что уже и дух с этой их отвергнут. И вот теперь не пора ли уже вам не просто как-то это замалчивать или бояться, а просто организоваться вашим собратьям вместе и пойти и поговорить конкретно с епископатом, с несколькими епископами. И сказать, показать все места эти писания. Или было ли это у вас? Ну то есть уже дошло до того, что что-то на мистическом уровне, на уровне закрытом для нас, на уровне Божьем, мешает людям принимать Слово Божье. Вот мы уже здесь с благовестным очень долго ходим по квартирам только уже 5 лет, если не 6 лет. И отечество, в чем дело? И нет, он сам решает. Наполнение церкви. Когда мы были в Покровском прихожанами, а я вёл тогда 3 радиопрограммы в городе, и когда шёл крестный ход, а Войтович вышел дрожащим голосом, потому что это не его совсем, видно, что он истомился. И говорит, мать, и до каких пор вы будете нашу мать церковь терзать? То есть я говорил неправильное крещение, и он истерзался со всего города, люди звонят. Да что это такое? Если бы вы не открыли, никто бы этого не знал. То есть он знает. Зачем ты это сказал людям? Но меня он не может взять ничего. Я буду ставить вопрос, ну хоть как ставь, ничего не было. А он-то вот, как и стата Павла, крест дало и всё. Тут всё не так просто. Он должен решиться, стараясь. Вот батюшку вызвал, архивей начал. Батюшка говорит, что крест сейчас снять? Говорит, у меня с собой мастерок. Я пойду сейчас в каменщик. То есть понять, что тебя просто так взять нельзя. Я делаю ради Господа. Пугать меня это не надо. Снять тем самым ничего. Мы тоже кое-что теряли, хотя были в мире они. Они ничего не могли сделать. Они нас крутили за решётку. Это всё архиереи делали. Священники. Меня-то не в КГБ посадило, а в КГБ сдали священники. Это я потом всё увидел записанное. Ему не просто так. Он должен просто сегодня заранее сказать, что прежде куда-то пойти, надо себя обезопасить. Что у меня дорога? Мобильник отнять. Я его дома оставил. Так что у меня деньги и отдал. Я вышел, мне ничего нет. Меня подними руки. Осмотрели, ничего нет. А всё остальное. Меня ничего не возьмёшь. Киж за сапоги. И с него есть ещё что ободрать. Тут надо прелюдию правильную написать всё это. Они ничего не могут. У меня диплом, я его давно бросил. Что бы тебя ни пугали, а я уже давно с него отказался. Квартиры у меня нету. То есть если его отнимет, я уже пошёл. Я даже в Токио буду. Надо решиться. А это очень непросто. Так что сказать он может, но результат я боюсь. Просто боюсь. А как сделать, не знаю. Я могу. Потому что я ничем не связан. Он меня, ну, угрожает. А я его не боюсь, ведь с меня снять нечего. Он может встречу организовать. Дело в том, что я считаю так, что прежде чем что-то говорить, ты должен сам это исполнить. Но в отношении крещений, я вот летом сейчас, если я обращаюсь с просьбами покрестить, если взрослых, ну, видите, знаете, я приглашал. Давайте вот в конкретный день я приеду и мы с вами побеседуем. Хотя бы вот какие-то, ну, не такие уж оглашения полгода, как у вас. Я даже не говорю это. Мне, приходя так, приходя причащать старых людей, старых, я начинал с ними с беседы. Иной раз, смотрю, время уже у меня час может пройти. Нужно уже и кончать. А я причащать не могу, потому что она ничего не считала. Но она знает, что мне нужно причаститься и мою. Ну, хоть какой-то я ей уже, так сказать, маленький такой элемент оглашения дал или привожу Евангелие, или потом завожу. Говорю, давайте вот хоть прочтите крупным шрифтом. Тогда приезжаю причащать. Вот они говорят, я за эти полчаса или час узнал больше, чем за всю свою 70-летнюю жизнь о Боге. Ну, я думаю, господи, прими хоть хоть этот час, что ли, у меня. Где я могу еще? Вот я сказал, что ли, я отпеваю. Я говорю, Владыка, вот как быть, если, архипастер не говорю, если человек, ну, он такой номинально православный, то есть он крестик может там носил, не носил, но он крещен когда-то, вот, а родители, родственники там, или он сам просит меня отпеть, вот как вот там соседку отпели. Ну, это не таинство, можешь отпеть. Ну, хорошо, я отпеваю, иной раз даже я ебаю, что там пел, там не выдержало сердце, и он там все, ну, умер. Но я вижу, даже в этом, из двух зол меньше, можно хоть что-то сказать. Я уже, глядя на ваш пример, обязательно стараюсь. И они очень внимательно слушают. Слушают, когда вот гроб, смерть перед тобой, и сегодня никто не избежит. Этот ящик, говорю, строим жизнь свою, так, с поправкой. Я сегодня говорю, а завтра я могу лежать, а не суеверно и страшно. Я уже сразу навожу на себя, говорю, я могу выйти, сейчас кирпич на голову упадет, все, меня нет. И любой из нас, бывало так, вот прихожу, причать там, или соборы. Пока муж ходит там, все, по комнате там, все, меня провожает, через дерево звонит. Ой, приедете, умер муж. Как муж? А та жена живая, и сейчас уже лет 7 прошло. А муж умер здоровый, мужик ничего не жаловался. Я примеры привожу такие, что мы просто настолько одним днем живем, смертью каждого из нас. И я только думаю, господи, сейчас ты меня заберешь. Или через какое там еще количество лет. Господи, дай мне так, чтобы хоть что-то, что-то было за мной, то, что будет елеем в лампаде моей души на страшном суде. Что это будет, я не знаю. У меня нет никаких даров, чтобы я к чему-то. Вы сказали, мастерок, ну в этом отношении я не боюсь. Я езжу стройку там, на колокольни там, приезжаю в узбековый народ, самые такие, знаете, очень замедленные. Мне приходят с ними там общаться, сантехнику я знаю, шоферить могу. Понятно. В чем-то я хотел сказать, если у православия. Там есть одна статья Тимофея Алферова. Брат у меня сейчас здесь епископом стал. Ну не в патриархии. И там написано язычество и православие. Батюшки, хотя один раз, говорит, задайте себе вопрос, кого вы причащаете? И дальше, а кто изображен на кресте, она даже этого не знает. Ведь ни один сектант такого не допустит до своего хлебопреломления. А это как раз ощущение. Ощущение придумали не через кровь на Голгофе. А вот батюшки приедет, ты рот разенешь, ну может зафиксирует тебе рот, чтобы палец не отпустил, уже полумертвый. Ну и проглотишь. А может быть к иконе еще бомб стукнешься. И что-то где-то совершится, и там дверь распахнется. Ведь это же обман. Внутреннего человека, если нет перерождения свыше, ничего нет. В православах видите, что через внешние пять органов чувств. Но только уши не задевать. Ну он говорит, кто перед нами? А теперь как его обратить? А тебя вызвали. Конечно, если поправдимся, никак не причащать. Он не обратился, с этим и уходит. Это ничего не дает. Он недостойно. Он не знает, не рассуждает о теле Господнем. Я считаю, в городе больные люди, большинство, это через священников. Недостойно причащались. Они в больницах везде непрерывно лежат. Апостол сказал, многие больные, немало умирают. Если бы сейчас эпикриз заканчивается, и Божья рука, как на стене у Даниила написала бы, умер, недостойно причащался, и вдруг бы высветилось так везде. В больницах везде. В ужас пришли бы. По пову в шаю погнали оттуда. А люди считают, о, если я пойду, грехи простятся. Как готовиться к помазанию или помазанию? Вот с оборванием. Ой, грехи прощаются, прощаются. И надо к причастию, надо прощаются. Ощущение-то не через кровь Христа идет, а через видимое прикосновение к чему-то. Это ложный путь. Путь, который совершенно к Христу никакого отношения не имеет. Людям надо показать голгофу, чтобы человек сознательно отдал жизнь туда. Вот я представляю. Мне говорят, вот ты хорошо уговорить, а был бы ты священник, как поступил? Я почти был священник, но вовремя, говорится, Бог вразумил. И что бы я сделал? Ничего я не сделал. Но меня вызвали, я не стал причащать. Приходят не готовы, я его крестить не стал бы. Архиерея, доложен. Два-три раза еще дальше архиерея со мной ненькаться будет. Меня вызвал арфоломей ташкентский. Вот пять храмов пустых, я тебя рукополагаю сейчас там, я попал в мое одно письмо ему. Это ты сам написал? Да я говорю, ты оставил там крестилки и написал. Я тебе сегодня оставлю священником. Я маленько поприслуживал. Я говорю, я с первого дня буду говорить, что надо правильно все делать. Мне как раз это и надо. Я говорю, да, Владыка, то, что делается, не сходится. И если люди не готовые пришли, я же не буду не отпевать, как не будешь. И не готовые крестить, то я не буду, как ты не будешь крестить, раз пришли. Я говорю, так не положено. Он не знает Христа. Посидел маленько, дал деньги знающие, я тебе найду священника. А как ты, то такого нигде больше не будет. Езжай домой. По благодарной причине на самолет дал деньги, мне кажется, коленкой под одно место и все на этом. Игнатий Игоревич, ну вот, знаете, вот слушая вас, я не буду ничего говорить против вашего архипаста. Я скажу в отношении нашего. И вы знаете, уже благо то, что я могу ему сказать, Владыка Алексей наш, говорю, я отказываюсь венчать молодых людей только по одной причине. Вот так в приватной беседе, когда мы всегда приходят, батюшка нам, я узнаю, вы живете уже там, кто там сейчас? Я говорю, знаете, ну коль вы начали, вы уже живите, потому что слишком большой процент разводов, который стоит на песке. Но я допускаю, что покаяние, если вы уверуетесь, ну какой-то вот пять лет это я вам даю такой, знаете, ну промежуток. Если вы проживете вместе, ну тогда приходите, я вот одну пару я повенчал. Пять лет в этом году, в прошлом уже я повенчал, у них второй ребеночек ходит. Да, причем начальник, я у него кран просил все время, он уверен, что я повенчаю его сына. А тут такой облом получился, и я владыке говорю, владыка, если они не живут так, я отказываюсь. И он мне ничего не говорит, отец сам делает право твое. Разводов полные, там папка такая, да. В отношении чтения на русском языке у меня сейчас завели, даже на архиерейской службе мы читаем апостола на русском языке. Славянский. Я вам говорю. Славянский. Славянский. Вот у меня Косьмый домен, 14 ноября. Он приезжает от Владыка, ну раз в год, он обязательно, я уже обязан пригласить. Да, у меня Пашка такой прислужник, панамачик. Батюшка, как мне читать апостол на русском? Они у меня и так, и так читают, но в основном читают на русском. Я говорю, Пашенька, давай читать на русском. Прокимин, ищи там апостоли славянский. А здесь, говорю, я не помню как в прошлом. В прошлом году мы читали и так, ну тогда уже вообще боятся нам ничего. И он выходит, читает на русском языке. Вы знаете, тишина? Слушай. А до этого у меня был еще Юрий Юрьевич Хохол. Вот выходит. Прокомен гласосмы. И пошел по-славянски, да с акцентом. Ничего не поймешь. Теперь этот же мой Юрий Юрьевич читает на русском языке. Они уже там зачало поразметили себе. Он читает, тишина, хоть что-то мы понимаем. Вот Евангелие, я считаю, на славянском. Оно доступно. И в основном я беру тематику такую, если пропаде. В основном, то толкование. Вот в чем помогают ваши эти книги, так сказать, толкованию трехтомник. То есть всегда. Так что я могу сказать, что какие-то подвижки есть хорошие. Я не могу в отношении Владыки Алексея ничего не сказать. Я против. Он меня терпит. И никаких, так сказать, репрессивных мер в отношении не принимает. Да, Бог ему здоровья и спасения души. Я вот скажу, что... Не знаю, ведь может он читает и на вашу книгу, но боится огласить свое мнение. Я не знаю. Ну, я ему благодарен, что он, зная вот мои такие, ну, наклонности уже какие-то немножко, так сказать, выпираюсь. Даже когда я однажды на епархиальном совете, там, вызвали по опросу там храма, я сделал такое заявление. Возьми даст дуру и скажу, Владыка, да вы дайте указания, запретите венчать. Вам-то легче будет, Владыка. Сколько вы пишете разводных-то писем? Пока я сидел за пол шестьдесят четыре человека, пришли, взяли разводы. Ну, Владыка, он и сам не знает, как эту решить проблему. Правда, другие батюшки мне сказали, что ты лезешь своими указаниями. Ну, я понимаю, что это наш доход, наши все, ну, что сделаешь, наши немощи. Поэтому я говорю, давайте хоть где-то можно, если я могу хоть что-то сделать, уже, ну, Господи, прими, как жертву благовонную. Это то, что я могу сделать. Я тоже немощный, грешный и грешнее всех прочих батюшек. Почему первая заповедь? Гласили так, всем умом, всем сердцем, не что-то, не по немощи, а всем умом, развивайте, крепостью, всей душою и всем сердцем. Богу не надо что-то, он не принимает это. А мы себя так успокоили, у меня вроде это так, это все. Вот дома на молитве себя так настроить и сразу делать. Пусть архиерей запретит первого, второго, третьего за дело. А то обычно, что, пьяный в священниках был, да еще хуже, там все вот это. А то я буду правильно крестить, он запретит, я говорю, покажите одного запрещенного за это. Никого нет за это запрещенное, а за другие дела-то неблаговидные. А два до три уже потенциал будет склоняться в другую сторону. Ого, это там сосуд какой-то, несправедливое страдание переливается и потянет. Игорь Иванович, недавно, ну как недавно, буквально несколько дней назад, мы знаем, прошел поместный собор и был избран митрополит Смоленский, Калининградский Кирилл, патриархом на соборе. Вы знаете мое отношение, я делюсь с вами мыслями. Меня больше всего, ну как сказать, даже возмущало. Ну почему столько епископов, а собор был это 700 с лишним представителей, 200 архипастерей, и, значит, там остальные миряне и священники. Почему никто не решился выбрать патриарха по жребию? Не так хотелось. Деяние первого глава. Там, значит, апостолы избрали, да, и они избрали кандидатов. И троих, там даже, может, недавно было, и троих, двоих бы хватило. Это было по-евангельски. И сказали, ты сердцеведец, Господи, и сих двух избери. Одного, которого послать на апостольство вместо отпавшего. Ну, примерно так сочинили. Думаю, ну почему у них сидели бедненькие? А как они томились там? Вот показывают. Мы в течение дня вся страна наблюдала. И уже кто-то глашатит. Скоро вот-вот уже результаты выборов. Они усталшие, небедные там, ну видать, изможденные. Я думаю, ну что, думаю, или я уже, у меня голова поехала. Ну, не могут же заблуждаться или не понимать эти 200 человек. И пока, знаете, вот к вам уже ехал в Москву, в аэропорт. Мой один знакомый присылает смс-ку. Он в Святой Земле в Иерусалиме живет. Мы с ним в очень хороших таких отношениях. Он очень верующий. Я и с ним поделился. Говорит, знаешь, как жалко Саше, что вот, ну как бы мне хотелось. Он мне присылал такую смс-ку, что мой дух спустился опять немножко на землю. Он такую мысль сказал, не знаю как, примите или осудите. Он говорит, знаешь, отец Анат, вот я беседовал с одним архимандритом, который 30 лет пробыл на Святой Земле на Афоне. На Афоне, говорит. И я так же, как ты, говорит, возмущался и кипел на свою владыку Тимофея. Там в Островской митрополитии, Аравии. Он говорит, я бы никогда не согласился, чтоб меня выбирали по жребию. На Афоне, говорит, выбирают только голосование. Почему? Вот представьте меня, мы стоим вдвоем и бросаем жребий. Кто из нас? И вдруг жребий вне. О, как бы во мне взыграло. Я Бога избранный. И всякая дурь и блажь моя приписывалась бы, Господь избрал. Я бы не знал, каким тираном стал. Может быть, в этом есть ниша для смирения. И вот это смирение, пусть меня выберете, не выберете, это зависит не от меня, а от вас уже. Но я все равно приму, что и это Божий выбор. И я, знаете, успокоился. В отношении владыки Кирилла я не могу ничего сказать. Ну, хороший он, нехороший. Ну, я с ним не общался, не знаю. Ну, как и все прочие, равные. Ну, хотя бы, думаю, здесь бы, ну, Богу предоставили. Ну, вот он и тут дал мне мысль. Я говорю, спаси Христос того архимандрита и тебя, Саша. Все-таки это смиряет человека. Может быть, правильно они и сделали. Я вообще теперь говорю, значит, это и должно быть. Неправильно. Ни на один процент. Ну, я сказал. Ваше мнение. А я не свое мнение. Я мнение Духа Святого говорю. И когда сказали, кого двоих, то, говорит, те, те, которые с самого начала ходили с Иисусом. Впереди написано. Это означает, на всех восемьсот членов ни одного такого не было. Ты дальше продолжай. И выбирать не у кого было. И поэтому, и написано, говорит, ну уже кого ставят, чтобы иметь доброе мнение от внешних. Павел-то имел в виду что? В эту мысль он заложил следующее, что живет он этот человек чисто. Детей воспитал. Что у него ворованного нигде нету. А сегодня, наоборот, ставят того, который ближе всего с внешними. 30 лет стажа в КГБ. У него эта фраза перевернутая. Ставит того, у кого с кем хорошее отношение с внешними. Дальше. Шестая глава Деяния апостолов. И решили избрать, говорит, там написано Пармена, Николая, кого шестеро. Кто? Изведанный в Духе Святом. И дальше. Нет таких, и поэтому такое избрание. Вот почему. Не потому что для смирения, а потому что Дух Божий забыт и водительства Божия нет. Я внимательно посмотрел по Писанию, и ответ только один. Если бы один хотя был пророк, он бы вот встал, его бы увидели, они знали. Они знают, сели за блюды и все вот такие вот. Остальные сидели только как пешки, ну, скушно было. Все. И выдвигают туда не тех, которые свободно, можно слово Божие сказать, такие не нужны совершенно. Сейчас газета пишет, ну, как люди могли вся страна терпеть репрессии? 37-й год. Да не все терпели. Не все. Но те, которые не терпели, которые говорили, которые сказали, как Дыбенко, все погибли. Тут надо пойти решительно, и потом раз навсегда. Пошел, возврата никакого нет. Выбрали они? А выбрали как? Почему? Он имеет хорошее свидетельство от внешних. От кого? От президента. Дальше. От бывшего, который там все это спутал с зарубежной церковью. Вот. И он имеет от внешних. Только по другим качествам. Не потому, что добрый живет, а также торговал табаком, также водкой. Он такой же, как мы. И они уже заранее вот эта черная технология грязная. Они это знают. Кого Матвиенко сделают? Губернатором сделаем. Только первый шаг такой. Такой. Они учатся, как менеджеры на это. Они все высчитывают. Это технология. А не просто, что они там кого-то избирали, а третий мешает подать. Ты подай заявление, а то завтра уйдешь. Я снимаю свою кандидатуру. Ну ладно, пока еще побудешь. Это все понятно. О Боге, о Библии, о Духе Святом, там речи никакой не было. Совершенно мирское предприятие, никакого отношения к Богу вообще не имеет. Но Бог допустил. Я только одно уже думал. Думаю, вот если бросили жребий, ну митрополит, филарет Минский, он конечно уже старый, но если бы выпал он жребий, Бог бы дался, он бы еще поскрепел там, но это было Божие. Но Кирилл Владыка, Кирилл Пусть, но раз уже случилось так, мне вот эта мысль очень помогла. Я не знаю, я говорю, я свое мнение говорю, у вас свое, видите, а у меня свое. Лично я успокоился. Я считаю, Кирилл это лучшая кандидатура. Почему? Он активный, он прокатоличный, он стоять на месте не может и больше что-то начнет делать. В монастыри вас станут, произойдет раскол, и налево-направо Бог разделит. Потому что сегодня церковь находится в таком параличе, даже ересь поразить эту не может. Ни пророка не может поразить ничего. Но Кирилл начнет выворачивать такие дела, что начнется размежевание. Вот почему он хороший. Может быть и в этом плане. Да, и в этом плане. Только в этом. Другого от него нечего ждать, потому что предыдущий он везде, он и куменист прожжен, он и колдун с колдунами злается, и идола поднимал там. За ним такое счастье, что его в храм запускать нельзя сто лет. Но раз Бог допустил, значит, что-то он предусмотрел. Да, Бог Лужину не нашлось. Только один ответ. Как молился? Да, а теперь молиться только не здоровье крепко. Я молюсь только, Господи, обрати этого Кирилла. А ведь мы начали нашу встречу с чего? Ой, многолетие патриарху, при всем вашем вы все-таки остаетесь без записки. Я покоряюсь. И я возгласил. Правда, пропел я один. Один. Я песни стал многолетие. Может быть, ему лучше умереть сегодня утром. Но я говорю обращение. У нас записка не о здравии. У него пока есть. А чтобы обратился. Ну пусть обратился. И вот наша помощь будет. Верующий это не делает, что он делает. Я у него нашел одно положительное качество, что он гулял с собакой и бежал дыгом. Вот это вот, прочитав, мне сильно понравилось, что у него собака есть нормальный человек. Нормальный. Ты можешь нарезаться. Ну все, это так. Проект сестры, мне к вам просьба. Вы видите, мы все-таки, хоть и вроде какие-то единомысленные, но у меня тоже очень сложный характер. И я очень боюсь. Не хочу ссориться с Игнатиховичем. А лукавый может сбить крест. Вы помойте, чтобы наша дружба хоть на этом уровне сохранилась всегда. Потому что я сказал батюшка, если мы не сырьем... Он любит Слово Божие. А за это я его люблю. Я половинство не люблю. Вы озвереете, сами будете противник еще этого. Сохрани Бога. Сохрани Бога. Я, конечно, не желаю. Я епископа поблагодарил, когда у нас день общего был. Я говорю, что самая важная заслуга ваша, что вы нас не сожрали. Ну и тоже, слава Богу. Он стоит здесь. И скрытесь всегда. Еще неизвестно, чем окончится вот это приглашение. Что там было на соборе. Но звонят вам. И я же сидел рядышком. Я говорю, как? Епископ хочет отцу Екину на юбилей. Как попасть? Я говорю, что... Нельзя, Владыка. Я говорю, что нельзя, что это там снег, то другое маленькое. Опять. Что, многие-то не приедут? А? А? У нас был батюшка такой, Отец Василий, Царство Небесное. Он говорил так. Хохол. Будем надеяться, что и наш теренок когда-нибудь волка поймали. То есть все-таки наладится. Само не наладится. Мы даже... Именно... Решиться. Сознать, что мы мертвые. Без Слова Божьего будем еще хуже. И церковь будет великим скотомогельником. Исправь нас Духом Святым. Переплать. Очисти. Не через прикосновение зубами к чему-то, а через сердце, через уши. Он тебе вновь. Ну, Господь посреди нас. Все есть и будет. Спасибо, Христос. Спасибо большое. Я с удовольствием вас благословляю, Игорь Тихонович. И прошу вашей святой молитвы, если позволить я вашу пасту благословлю. Спасибо. Спасибо. Благодарю. Так, от машины кто повезет? Ваши, так кто вас везет?